Здорово, скауты! У нас сегодня продолжается второй день выставки в Воен-Экспо. Я на стенде тактических людей и хотел бы вас познакомить с представителем стенда, и он нам расскажет немного про себя и свою работу. Ну, смотри, на самом деле у меня два проекта, зовут меня Алексей, проект по радиосвязи 1 МГц, и до этого был проект по страйкболу, он назывался Airsoft Gun. Мы в 2022 году, когда все началось, потихоньку поняли, что за лентой у нас какое-то количество людей, превышающие какие-то сроки, и мы вот на этой выставке как раз перебрендируемся, мы становимся тактичными людьми. Тактичные люди – это типа наш новый замена Airsoft Gun. 1 МГц – это бренд, который более-менее все знают, и который я не планирую менять. Здесь все на месте. Тактичные люди – это снаряга, экипировка, какие-то вещи, типа брони, бронежилета, бронезащита, в которой мы просто работаем с российскими производителями и пытаемся предложить ребятам за ленту что-то нормальное. В основном мы с тобой сейчас пообщаемся про 1 МГц, потому что это прям мой любимый проект, и я прям в нем живу, ему 12 лет. По поводу, как раз мы начинали с тобой по поводу наушников, по АМПшке. На мой взгляд, компания FCS отлично украла у компании Obscore, в принципе, идею наушников, самых классных модульных наушников в мире, потому что к нам приходят стрелки, военные, страйкболисты, и всем надо разное. То есть это единственные наушники, где я могу все открутить и оставить с возможности, когда у тебя… ты пришел в тир и пострелял, параллельно ты, если понадобилась связь, ты все это прикрутил, если что, летом ты сидишь на поролоновых амбушюрах, зимой ты переключился… Наоборот, летом ты сидишь на гелевых амбушюрах, а зимой ты переключился на поролоновых. Они хорошие по… изначально они хорошие по своим возможностям. Мы их дорабатываем. Это вот фирменные наушники компании 1 МГц с нашей российской гарантией. Я даю 6 месяцев гарантии на ремонт. Если вдруг какие-то проблемы, то можно приходить к нам в мастерскую. Здесь доработана частотная сетка, то есть мы чуть-чуть расширили частотный диапазон. Мы увеличили чувствительность микрофонов. Мы поставили сюда русский язык, логично, потому что мы находимся в России. Отключили все другие языки, то есть китайский, английский мы убрали. Из удобного мы сделали русскоязычную инструкцию, потому что надо понимать, что ты носишь на ушах. Высокотехнологичное оборудование. Логично, что имеет смысл понимать, что у тебя. И самое главное, что в АМПшках крутое, это комплект. Потому что у тебя даются наушники, микрофон, толпа резиночек и наклеечек для того, чтобы поставить что-то на шлем. И самое главное, крепление на шлем, на арковские крепления, которые ты сразу подставил, подкинул. И если тебе надо, ты работаешь на голове. А так ты за секунду скинул наушники, снял три точечки, снял это и переставил на уши. И у тебя чебурашки, которые работают на ушах, в случае каких-нибудь проблем, закинул их назад, слушаешь. Вот, это по поводу АМПшек. Ну, в принципе, компания ФЦС, на мой взгляд, огромные молодцы, потому что они делают решения, которые, ну, я больше не сталкивался. Например, вот если мы вернемся в их кнопки, логично, что если у тебя есть наушники, ты лезешь в радиосвязь. Когда ты лезешь в радиосвязь, ты пытаешься соединиться со станциями. Одно дело, ты пытаешься соединиться с одной станцией, у них есть хорошее решение, разъемное для одной радиостанции. Я не буду ее доставать. Сегодня ты работаешь с Кенвудом, завтра ты работаешь с Арахисом, послезавтра ты работаешь еще с какой-нибудь ИЕСу. И ты аккуратненько выхватил провод, подставил другой, не меняя кнопку, у тебя все настроено. Но вот здесь, например, у тебя есть возможность подключить наушники в кнопку и два хвоста. И каждый хвост при правильном проводе здесь будет работать в отдельный наушник. Здесь у тебя командир работает в правый наушник, а здесь на втором хвосте рация, которая стоит с командой, работает в свой наушник. Это, например, просто когда без настроек громкости, а тут они сделали вообще прям гениальную, на мой взгляд, функцию. Это то же самое, но при этом каждый канал радиостанции ты можешь отключить или добавить громкости. Ты можешь отключиться от команды и слушать только командира, или отключиться от командира и слушать только команду. На мой взгляд, прям офигенная штука. Цельная металлическая, классная резиночка и уплотнение. Ну, то есть я бы назвал ее водонепроницаемой. Сам, в принципе, идея разъема КН-6, то есть их кабелей XLR6, она подразумевает под собой отличную брызгозащиту. И если вдруг тебе не хватает этого ресурса или это дорого, мы, начиная вот с этой версии, это пока фотополимерник и печать, конечно же, но на самом деле мы на это не смотрим, сделано в России. Мы перешли уже, где она у меня, вот к этой версии, здесь уже у нас работают кнопки, мы-то как-то так назвали ее, пупс, пульт управления станцией 0.1. Здесь у тебя выход на две станции, здесь выход на головные гарнитуры, крутилка, то есть удобная кнопка. И если мы в страйкболе очень любим 82-е байфенги, например, вот эти две кнопки при подключении 82-го байфенга будут работать на каждый канал байфенга. А сюда ты вешаешь, если тебе надо или не вешаешь, вторую станцию, которая работает свой канал. А для самых больших фанатов, тех, кто, например, этот есть вопрос и за лентой, и у страйкболистов, когда ты в шлеме и в наушниках, или в голове и наушниках, ты работаешь с наушниками, у тебя воткнут Military Jack, ты пообщался, сел в поле отдохнуть, снял с головы шлем, скинул наушники, и у тебя тангента громкой связи. Переключаешь на тангенту, говоришь в тангенте громкой связи, слушаешь здесь. Если при этом ты хочешь, чтобы тебя не слышали, воткнул в разъем 3.5, надел маленький наушничек, послушал себя, поговорил, отпустил. Снова вернулся в поле, надел шлем с наушниками или просто наушники, откнул обратно Military Jack, работаешь. А самое главное, исходя из того, что у нас есть проблемы с производителями, большое количество производителей работают в гражданской распайке, делают наушники, а кто-то военный. Изначально компания Pelter, которая выпускала военные наушники, выпуская их на гражданский рынок, аккуратно поменяла местами два провода. Об этом не знает, не знаю, 60% даже больше людей, страйкболистов, военных, кого угодно, и даже не должны они об этом заморачиваться. Просто это есть. Есть гражданская, военная распайка, и они несовместимы. И чтобы мы как-то нормально с этим работали, и человек приходит ко мне, у меня ничего не работает, вы продали нам плохое оборудование, он купил наушники TaxSky в гражданской распайке, а при этом пользуется кнопкой FCS военной распайки. Вот на этой тангенте есть переключение гражданская, военная, распайка. Гражданская военная. А в этой кнопке, в нашей, она, я исхожу из того, что ты один раз ее себе взял, у тебя твои любимые наушники, и если даже ты не угадал, один раз поменяв распайку, ты потом с ней пользуешься. Она внутри. Ну, ты раскрутил болтики, разобрал, я тебе сказал, переключи распайку, ты проверил, все работает, собрал, все, у тебя она в правильной распайке. Вот это прям реализовано, по-моему, пока практически нигде. В целом, на самом деле, дополнительно, так как мы работаем с ребятами за ленту, как только появились задачи СВО, сначала это были азарты, потом появились граниты с волновой сетью, через какое-то время ребята экипировали арахисами, которые на самом деле хайтеры. Вот, мы делаем обычные проводные кнопки на базе Ярмар, на мой взгляд, очень недорогой, качественный производитель, удачный по корпусу. Провода все равно все мои, провода делаются на Тайване, мы выбрали два классных завода, на мой вкус, и мы делаем моторолы, хайтеры всех версий, есу, кенвуды, бафенги, волновку, азарты. То есть мы можем сделать, собрать комплект человеку под что угодно. И это, например, когда человек уверен в себе, он точно сидит с азартом и всегда сидит с азартом. Но если он, например, сидит с азартом и с волновкой, у меня есть двухкнопочные кнопки, которые одним хвостом могут соединиться с азартом, а вторым на волновую сеть. Или там даже кенвуд и азарт. Это тоже возможно. А вот когда мы возвращаемся уже в разъем хвоста, вот такие хвосты мы планируем делать еще и на вот этом разъеме. То есть кен 6 разъем и кабель на нужную кнопку, чтобы человек, взяв одну кнопку, мог всегда поменять себе радиостанцию. По цифре аналог она пойдет. Вот мы, например, берем самую любимую станцию сейчас на СВО, 390 тут, на которой вешают прошивку Веда. Ребята из Питера, за что им огромное спасибо. То есть вот сейчас как раз есть разговор, будем ли мы пытаться прошивать Веду или ребята в подразделениях будут делать это сами. Это стандартный кенвудовый разъем, ты можешь его подкинуть, а завтра тебе выдали арахис, ты подключил его и работаешь с ним. То есть на самом деле цифра аналог, все нормально работает. И, кстати, наушники отлично помехозащищены для работы вот с такими станциями. Потому что компания, ну, не знаю, нужна или нет, ну, грубо говоря, компания Militech. По поводу компании Militech. Как раз они сейчас продают наушники вроде как российской сборки. Я не буду, наверное, выдавать какую-то важную тайну, но на самом деле это компания ФЦС. Они сидят с ними, это их ФЦСная проводка, кабеля, корпуса. И единственное, что у них своего, честно, это плата из Зеленограда. Но ребята из московских Витязей притащили мне 30 наушников. Ну, сначала там парочку. С тем, что у них с их Эрикой, это Хайтера, но в цифровой связи, именно в цифровой, именно Militech дает такую цикличную помеху. Они-то как будто вертолетят. У меня есть видосик на Рутубе и в клипах ВК. Там прям это заметно. То есть есть проблемы с помехозащищенностью. Ну и плюс там 63 тысячи рублей Militech и 16 900 в розницу. А логично, что скидки каким-то военным по удостоверению, по ветеранке и так далее. Есть и 16 900. Есть разница. Качество то же самое. А по поводу остального, ну то есть все остальное на проводах, можно собирать все в сборные. Это очень удобно. И если тебе вдруг не хватает стандартного провода 4-х проводного на Militech джеке, ты можешь всегда подключить специальные провода у тех же ФЦСов, там больше проводов. И ты можешь раскидывать звук с одной генерации на наушники, в обе чашки наушников. Но в целом на самом деле все. Все, что мы умеем. Огромное спасибо Алексею за то, что показал свой стенд, рассказал, с чем они работают. Я надеюсь, теперь вы знаете, где можно взять качественную радиосвязь и решить все ваши проблемы по подключению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!